Всем привет, друзья! Сегодня полезные советы и приспособления, которые могут пригодиться. Если у нас есть необходимость загерметизировать отверстие в трубе или само дно, то тут выручит пластиковая бутылка. Отрезаем лишнюю часть от бутылки. Немного промазываем вокруг отверстие герметиком и надеваем с края бутыль. Далее идет вход в строительный фен и обжимаем бутылку на трубе. Таким образом мы герметизируем отверстие и также само дно. Для 100% надежности можно было также вокруг трубы обмазать герметиком, чтобы прям и дно было на 200% загерметизировано. Все держится отлично и водичку уже не пропускает. Из 5-ти литровой баклажки можно сделать массу полезных идей. Все зависит от вашей фантазии. Например, разрезаю баклаху таким образом, чтобы осталась 1 четвертая часть стенки сзади. Далее иду к себе в угол мастерской и закрепляю к стене. Таким образом получился подвесной органайзер, в который можно положить необходимую расходку. И чтобы она всегда была на виду, а самое главное под рукой. Если работаете с краской и покрасив деталь, нужно сделать паузу, ну например на обед, на чай, отдохнуть, а кисть просто положили сверху, то она за короткое время немного подсохнет, и потом будет много мусора на детали или в самой банке с краской. Чтобы этого избежать, можно взять обычный саморез и вкрутить в кисточку. Таким образом, если нужно сделать перерыв, то кисть можно опустить в краску, и она останется в своем рабочем виде. Так как в банке находится достаточное количество краски, за час-два с кистью и самой краской ничего не случится, и можно будет после обеда продолжать работу. Дожди у нас через день, трава прет, только успевай косить. Если у вас есть газонокосилка, а траву вы, например, вывозите, то есть интересный лайфхак, как быстрее оптимизировать работу. Накосив полный травосборник, приходится тратить много времени на пересыпку травы в мешки. Да, и бывает, поспешишь и половину просыпешь мимо. Поэтому перед началом работы можно взять мешок и заранее его погрузить во внутрь травосборника. Таким образом, после кашения у вас вся трава сразу в мешке, и это очень удобно. Особенно, если подобрать мешок прямо от точного размера. Я же сам кашу траву аккумуляторной самоходной газонокосилкой Rayobi Max Power. Оборудована мощным бесщеточным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Ширина скашивания такого монстра аж 51 сантиметр. Имеется 7 позиций регулировки высоты скашивания. В комплекте идет аккум на 6 Ач. И есть второй отсек для хранения доп. аккумулятора. Регулируемая скорость движения делает работу максимально комфортной. Благодаря функции мульчирования можно использовать скошенную траву в качестве удобрений. Телескопическая рукоятка легко настраивается практически под любой рост, и также легко складывается, и не занимает много места. Но и самое главное, это приятная цена. Сейчас на нее идет хорошая скидка, и все подробности можете узнать по ссылке в описании. Лично мое главное впечатление, это спина теперь отдыхает. А то, когда триммер потаскаешь, потом полдня еще разгибаешься. Сообразим ситуацию. У нас есть в углу труба, которую надо обойти линолеумом, ламинатом, ковролином. И чтобы это сделать без всяких проблем, на помощь придет малярная лента. Обклеиваем полностью все вокруг, чтобы получить в дальнейшем ровный шаблон. Прикладываем образец на напольное покрытие. Обводим по контуру и вырезаем. Таким образом у нас получается все ровненько и красиво. Главное тут не спешить. Пластиковые бутылки это уникальный расходник. Особенно в гараже, мастерской и на дачном участке. Чтобы получить из бутылки ленту буквально за одну минуту. Вот отличная идея. Прижимаем струбцинный брусок к столу. И делаем пропил на пару-тройку миллиметров. Глубина пропила будет равна ширине вашей будущей ленты. Далее берем лезвие от канцелярского ножа. И фиксируем на пару саморезов. Лишнюю часть бруска можно отрезать. Она будет мешать. И убрав от бутылки верхнюю часть, где горлышко, запускаем производство ленты из бутылки. Не спеша тянем за край и получаем то, что хотим. Такая лента в хозяйстве всегда пригодится. Например, такой лентой можно временно стягивать разные конструкции. Достаточно сделать пару мотков ленты. Достаточно сделать пару мотков ленты. Завязать на узел и с помощью строительного фена осадить, обтянуть, уплотнить эту ленту. И получается крепкий узел. Напишите в комментах, друзья, какие советы вам понравились больше всего. Ну а какие нет. Или предложите свои. Поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Удачи, добра, позитива. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok